Я не знаю, что ждет меня вечером, но я точно знаю, что буду есть свежие продукты, которые доставит Озон Фрэш. Вхожу в роль. Озон Фрэш. Важно, что ешь. Всем привет. Здрасте, здрасте. Девочки и мальчики. Да, потеряли бы меня. Писали видео в ВКонтакте и Ютуб. Это интересно. У нас здесь рядом. Мы уже приехали домой, как вы поняли, после видео Федора. Обязательно сегодня будет в конце видео про то, как мы съездили. Сегодня расскажем про джубку, а потом уже постепенно про Сочи и про Красную Поляну тоже. Сейчас поедем. Мне нужно будет суп грибной приготовить. Все для него купить. Плюс я еще хочу попробовать лазанью. Ленивую. Нам не скинула подписчица и рецепт. Ленивая лазанья. Да, ленивая лазанья. Ничего не чистишь. Покидала. Все покидала. Готово. Сверху лазанья. Я веду ленивые эти. Хочу курь, помню. Этот еще ленивый. Как голубцы. Но они мне, если честно, не очень понравились. Напишите, как вам. Но все равно голубцы есть. Самая вкусная еда. Это самая жирная еда. Самая вредная еда. Это самая вкусная еда. Знаешь, мы вот хайли ресторан в Красной Поляне. Кстати, мы и так попали, что он. Короче, невкусный ресторан. Может быть, он и вкусный. Может быть, он и правильный. Просто я так понял. Этот ресторан основывается на здоровой еде. Потому что там все такое. Вареное. Отварное подавалось. Котлетки. Вот, например, детям брали пюрешечки. И еще что-то. Все такое. Может быть, это и есть нормально. Но нам же хочется что-нибудь вкусненького поесть. Такому мы и мы дома можем поесть. Самое отварного и всякого. А ты же и едешь, чтобы что-нибудь попробовать такое офигенное. Знаете, я не знаток ресторанов. Раньше вообще я в них не ходил. И я уже, по-моему, говорил об этом. Мы были в командировке в Ростове. И меня мой друг провожал. За это погруче горю, но без микрофона. Друг провожал на поезд. И получилось так, что... Мы зашли в ресторан в Ростове. Или там, ну, шахт... Не, не в Ростове было. Это было. Да. А в Шахтинск, по-моему, был. Да. И думаю, еще что-нибудь там в ресторане покушаем такого классного, офигенного. Но, ну, вообще, название же не разбираюсь. Принесли мне суп из гречка. С перловкой. Я ей так этой перловкой уже доставил. А там такое название было необычное. Да, не, было все вкусно. Ничего не говорю. Но зайти в ресторан и с перловкой, это, конечно, было еще тут. Конечно, трэш. Ну, да ладно. И с тех пор Федор в ресторанах заказывает обязательно борщ или харчо. Харчо. Так, переехали в пятерочку. Ладно, далее увидимся. Посмотрим. Самый распространенный вопрос у нас на каналах, да и вообще сейчас в мире, это как можно зарабатывать онлайн. Важно не просто зарабатывать в интернете, но и делать это с удовольствием. Современный мир создает хорошие условия для повышения дохода. Сейчас самое время занять свою нишу, которая в 2024 году не занята. Поэтому отличная возможность познакомиться с нейросетями поближе. С недавнего времени на помощь людям пришли нейросети. Искусственный интеллект стал полноценной частью нашей жизни. И действительно, представьте, что вы можете мгновенно превратить любую идею в реальность. Нейросети делают это возможным. Хотите создавать уникальный контент, генерировать идеи и автоматизировать рутинные задачи? Уже сегодня с помощью нейросетей можно создавать фото, видеоконтент, продающий текст и многое другое, затрачивая на это всего лишь 5 минут своего времени. Более того, навык работы с нейросетями может стать источником дополнительного дохода, независимо от вашего возраста. Если у вас сейчас переживания по поводу работы, хочется больше зарабатывать или работать удаленно, зарабатывая от 100 тысяч в месяц, то для вас очень ценная рекомендация. Я подскажу вам, где и как можно этому научиться. Школа Михаила Христосенко за 6 лет обучила более 100 тысяч специалистов, экспертов и предпринимателей. И сейчас они запустили бесплатный 5-дневный онлайн-курс по нейросетям. Ученики начинают зарабатывать с нуля. Пройдите онлайн-курс и узнаете, как сгенерировать контент-план за 10 минут и заработать около 3 тысяч рублей. Получить готовый продающий текст за 2 минуты и заработать от 500 рублей за 1 текст. Создать уникальную картинку для соцсетей за 1 минуту и многое другое. Как применять нейросети в любой нише, чем бы вы ни занимались. Как не платить ни рубля, можно навсегда отказаться от услуг дизайнеров, копирайтеров и сэкономить кучу денег. И в плане заработка большой плюс в том, что нейросети пока что новый инструмент, поэтому и конкуренции здесь относительно мало. А вариантов заработка много. Курс подходит как для сотрудников в найме, так и экспертов, для тех, кто ищет перспективную профессию. Поэтому, если и вы хотите получить перспективную профессию и начать зарабатывать, то переходите по ссылке в описании и записывайтесь на бесплатный онлайн-курс. Помните, перед отъездом я вам говорила, что все прям тщательно убрала. Вот люблю это дело. Перед отъездом, перед отпуском, куда бы мы ни ехали, все убрать, помыть. И по возвращению чистый дом. А тем более, сами понимаете, с чемоданами приезжаешь, это все распаковываешь, везде бардак. А тут еще, если и в доме непорядок, то не знаешь, с чем начать. В этот раз мы приехали. Ну, конечно, естественно, везде был порядок, но на полу везде была шерсть. У нас два кота дома, вы знаете. И наш младшенький пушистик начал очень сильно линять. Да, я об этом, конечно, знаю, что эта порода для них свойственна. Шерсть у них не только весной выпадает, но и вообще круглый год. У нас порода шотландские веслоухие. И помню, когда я открывала эту тему, нам многие написали, что есть специальные шампуни. Также есть у нас врачи, ветеринары, которые смотрят нас. Они сказали, что не хватает каких-то витаминов. Вот недавно читала, что у нас открыли тут частную ветеринарную клинику. Можно будет туда съездить и спросить. Поменяла постельное белье, но нужно уже тестовать одеяло. Сегодня прям было очень холодно. Даже часов, наверное, четыре было. Я Федору говорю, давай включать полы теплые, потому что холодно. И то открыта была только форточка. Мы всегда открываем, даже зимой. И, ну, я вам скажу, что уже можно даже укрываться одеялом. Плед, конечно, у меня есть. И маленькие, и большие. Но с пледом это не то. А одеялка, вот именно с Василька, вот это двойное, мы делаем его одинарным и укрываемся. Красота. И спрашивали по поводу ширины кровати. Сколько у нас, типа, не маленькая ли кровать. Ширина кровати у нас 180 сантиметров. Но это, в принципе, стандартная. Есть, конечно, и 160, как вот у Темочки, к примеру. Но 160 маловато. Перед тем, как заказывать кровать, тумбочки покупать, естественно, у нас был вопрос размер кровати. И 180 сюда поместилось идеально. Тумбочки это ларедут 40 сантиметров шириной. И получилось прям вот идеально в ряд впритык. Все закончила. Постельная поменяла. Погладила. Единственное, мне осталось покрывало сюда постелить. Я его отправила сейчас стираться, потом в сушку и обратно сюда. Ну и, как говорила ранее, пошла я готовить грибной суп и ленивую лазанью. Грибной суп я всегда готовлю с добавлением сливочного сыра. Вот мы все привыкли. И, честно говоря, детки без сыра не едят. Вот не знаю почему. Хотя мне подписчица рекомендовала в зажарку, когда грибы обжариваете с луком, туда добавить морковь. Тогда и вкус получается совсем другой. И сливочный сыр в принципе не нужен. Я еще не пробовала. Буду обязательно экспериментировать. И я вам как-то давно говорила, что тертую морковь, да, я всегда делаю заготовки и отправляю ее в морозилку. Так легче всего делать зажарку. Не нужно ее чистить, тереть, на это время тратить. Но, естественно, свежеприготовленная натертая морковь не сравнится с той, что в морозильной камере. И я прочитала, что можно почистить морковь, к примеру, отправить ее в банку, налить туда воду, закрыть и положить в холодильник. Вроде бы такая морковь хранится до двух недель в холодильнике. Я еще не знаю, не пробовала. Напишите, кто так делает. Если это реально так, то почему бы и нет. Федор, к примеру, очень любит салат тертую морковь, туда чеснок, майонез и зелень. Вот прям очень. А тут быстро ты достал морковь. Можно и так просто поесть или натереть в быстром режиме. Хотя, если так посидеть, подумать, ну, что там есть взять морковь и почистить. По сути, заготовки, да, ты берешь, к примеру, килограмм, два килограмма морковки, чистишь. Далее пропускаешь через терку или, к примеру, у меня есть специальная терка автоматическая. Потом выкладываешь в пакеты, да, или можно завакуумировать это все. И зажарку делать проще простого. Достал с морозилки, пожарил и зажарка готова. Это, да, экономия времени. Теперь по поводу лазаньи, которую мне посоветовали. Листы я использую в данный момент от Маква. Ну, можете взять абсолютно любые. Обжаривайте фарш вместе с томатом или соусом на сковородке до полуготовности. Далее отправляйте вот в таком виде листья лазаньи. Солите, перчите по вкусу. Я еще отправила туда сливочный сыр. Вот это, я считаю, обязательный такой момент, потому что он придает сырный вкус и убирает немного кислинку, если она есть в вашем соусе. Далее сыр. Сыр у меня пармезан. Мы его просто обожаем. Можете взять абсолютно любой, который плавится. Уже, когда все готово, листы ваши мягкие, сверху посыпаете сыром, перемешиваете. Не нужно это делать прям долго, в течение минуты, наверное. И выключаете. Можно сверху еще посыпать зеленью. Я этого не делала. И знаете, почему я этого не готовила ранее? Нам всем очень понравилось. И Темочки, и Лерусики, и Федя. Сверху можно еще так же посыпать пармезаном. И второе блюдо готово. Сегодня я еще успела постирать шторы. Знаете, вроде хочется это делать чаще, но не получается. Конечно, тюль и шторы перед входом это не очень хорошая идея. Потому что все трогают руками. И вот такие пятна постоянно. И приходится чаще стирать. Гель для стирки выбираю экологичный. У меня от бренда Вандерлав. В составе нет фосфатов, фосфонатов и других тактичных компонентов. И огромный плюс, что хорошо отстирывает даже при 30-40 градусах. Также этим гелем я стираю пуховики и детские вещи. Советую покупать в пятилитровых, так как получается выгоднее всего. Ну а белые и темные вещи стираю порошком. Плюс, что он на темных вещах белых пятен не оставляет. Он полностью выполаскивается. У него большой объем и он на основе яблок, свеклы и кукурузы. Не вызывает аллергии. Кстати, нет запаха. То есть вообще никаких отдушек у порошка нет. Белье будет пахнуть просто чистым бельем. Как и мы любим. Отлично отстирал салфетки. Вы только посмотрите. И да, он работает даже в холодной воде. Заказываю всю продукцию бренда на Озон. И вам тоже советую. Так как при переходе по ссылке до конца сентября можно заказать средства от Вандерлав со скидкой 10%. При заказе от 1000 рублей. А еще дают 100 бонусов, которые можно сразу потратить. Если вы еще ничего не покупали. Либо такой лайфхак. Покупаете с того аккаунта, с которого еще не делали заказ. Например, с аккаунта мужа. У них также есть гель для мытья посуды, духовки, микроволновки и многое-многое другое. Можете перейти по ссылке и посмотреть. Я ее оставлю в описании под этим видео. Наступила осень. А это что значит? Правильно. Вкусная осенняя выпечка скоро будет. Пряники с корицей. Что еще? Ты хоть и не отдых будет. Правда, вот именно осень я очень люблю и весну. Все красиво, когда осень такая оранжевая, ярко-красная. Ну, это в лес надо ехать. Здесь как-то раз-раз все попадало и все. И все, ничего нет. Так, ну, как и обещали, давайте немного расскажем про нашу поездку. Сегодня будем рассказывать про джутку. Я подробный пост об отеле вообще писала в ВКонтакте. Скоро в Дзен выложу. Вот, но сейчас... Это уже какой дубль пятый? Да, дубль пятый. Говорим все честно, объективно, без накруток. И плюсы, и минусы. Это был наш первый отель при нашем путешествии, при отдыхе. И, наверное, самые удачные положительные впечатления он нам оставил. Но, опять же, есть свои плюсы и свои минусы. Я там даже и с администратором пообщался. Первое. Первое, давай начнем с дороги, во-первых. Спрашивали про дорогу. Говорили, кстати, про Шаумян, что можно оттуда доехать, что там... Через Шаумян дорогу еще не сделали. Что-то как-то клочками. Но мне показалось, что немного короче стала эта гравийная дорога. Также все пыльно, но надо было засечь. Мы на обратном пути через Шаумян, получается, поехали, а туда в Джугу. Через Краснодар. Потому что мы сначала на Джугу поехали, а оттуда уже мы из Сочи ехали через Майков. Вот по обездной, по ихнему. Ну да ладно. В общем, ехать нормально. В принципе, дорога хорошая, трасса хорошая, пробки в населенных пунктах. Это всегда везде, без этого никак. Тем более, если вы едете на Черное море. По отелю. Давайте заселение с номера. Сам номер, в принципе, неплохой, не убитый. Хотя отель уже, по-моему, лет 10 как существует. Вот. Первое, что бросилось, это запах. Был в санузле какой-то. Может быть, с канализацией что-то где-то. Но был прям немножечко какой-то такой неприятный запах. Хотя, ну, вроде все было чисто. Что было? Были полотенца, были тапочки. Минусы отеля. Хотя отель это классный, обалденный. Это не было просто халатов. Самых простеньких. Ну, вот самых-самых простеньких халатиков. Второй минус, это нету, не говорю даже гладильную доску, нету просто утюга. Нужно спускаться вниз, там где-то прачечная. Либо отдавать вещи, чтобы они вам гладили. Либо выпрашивать утюг. Мы приехали с дороги. Неважно, останавливались мы в магазине. Не останавливались. Зашли номер, нету просто обычной водички. Пускай даже две бутылочки. Пускай это даже не бесплатно. Хотя в многих отелях, хотя это отель, сколько, 4 звезды, по-моему, да? Мы не помнили, что прям не было водички. Это не беда, конечно. Воду мы не пили из-под крана. Сами понимаете, всякое бывает. И мы с этим сталкивались, когда жили в Сочи. Я помню, мы только заехали, не помню, на район с Темычей. Мы попили из-под крана, и все. И нам тренды сорвутся. Вот так, короче, кораллы, что там было. Только кипяченые, либо там фильтрованные или проверенные. Нету водички. Бар пустой. Но он есть. Есть холодильник, туда можно что-то положить. Столик, где просто девушки сесть. Также человек приехал, нужно поработать за компьютером, еще что-то. Ну, не знаю, себя там прихоров хороший, да? Нету стула. Просто обычного стула. Нам пришлось взять стул с террасы таковой общей, можно так сказать. Там столик небольшой, пластиковый, и два стула. Мы оттуда взяли и поставили. Это, да, мелочи, ребят, но когда все это в совокупности есть, конечно же, намного приятнее. Нет мусорного ведра. Да, ребят, ну, выбили бутылочку. Ну, вот в номерах, да, там, под этим столиком мусорного ведра. Раз, туда выкинули. Какой-то мусор, я не знаю, что-то там. Чай выпили. Чай, кстати, да, вот за чай тоже минус. Стоял чайник обычный, две кружки, и к нему больше не было ничего. Ни пакетика чая, ни сахара. Да мы можем пойти это купить, но есть же вот обычный, вот, маленький сахарок, закупить там, два-три сахарка положи, там, два пакетика. Не надо там какой-нибудь дорогущий чай, самый обычный чаечек, пускай он будет. Так, что, 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 в принципе. Так, за номер мы заплатили 10 тысяч рублей в сутки. За двое суток мы заплатили 20 тысяч рублей. Вот, но если ко всему к этому бы добавили вот эти все минусы, которые мы сделали бы это плюсами, да, там, халатик, чайничек, водичка, то, ребят, ну, я даже готов был увеличить стоимость номера. Вот, мы не знаем, как в других номерах, там были отдельные такие домики, типа, как виллы, может быть, там совсем все по-другому. Номер брали четырехместный, видом на море. Вид, конечно же, сразу вот, отель этот подкупает, виды это просто нереально, шикарно, из заката, вид на море, вы просыпаетесь, это, это сразу начинаете все минусы забывать. Ну, в общем, мы заселились благополучно, все хорошо, а, нету информационной карточки. Вот мы были в отеле, в Красной Поляне, это чуть попозже расскажем. Вот там такая толма, все об отеле рассказывается, где он находится, что есть в отеле, какие есть услуги, какие есть мероприятия, куда можно поехать, куда можно сходить. Ну, очень удобно, да, человек взял вот книжечку и прочитал. Какой пароль от Wi-Fi? А, кстати, вот еще один минус, ужасная связь. Связь напоминает, как архипаосиповки, кто был, ее практически нет. Территория отеля, в принципе, она чистая, аккуратная, я же говорю, виды там просто шикарные, нереальные. Тем, кто едет на море, именно ради моря, чтобы покупаться в море, поплескаться, то этот отель я сразу не советую, потому что он находится на возвышенности. И вниз, чтобы спуститься к морю, ведет такие деревянные лестницы, и там очень много спусков. В общем, вниз классно спускаться, вид, вы спускаетесь, все классно. Вот, пляж обычный, галька, он там как особо за ним не смотрит, ну и не скажу, что было прям грязно. Там были дикари люди, кто отдыхал в палатках, вот, обратно подниматься, это, конечно же, кошмар, кошмар. Мы один раз спустились, один раз поднялись, и все, больше мы туда не поднимались. На территории отеля есть классный бассейн, у него тоже шикарные виды, прям вот, ну, там, и все фоточки делают и снимаются. Бассейн, кстати, с теплой водой, и вот здесь мне бассейн понравился, он такой, здесь две джакузи неглубокие, есть такой порожек, где-то метра полтора-два, где ваши детки, если маленькие, вот, они могут побегать, ну, за ними нужно смотреть, спасателей нету, лежаков хватает, к сведению тому, что отель был полностью занят, все номера, ну, проблем не было было, там взять лежак, как бы, ну, свободно было, не было какой-то толкучки, все было как-то, ну, не знаю, не понравилось, не было суеты абсолютно никакой, даже в ресторане места хватало, ресторан не маленький, там было две летних веранды, и один крытый ресторан, вот, там, кстати, в крытом мы так попали, что была свадьба, выездная церемония, там красиво тоже все оформили, и мы там тоже пофоткались, вот, поздравили молодых, вот, конечно же, выездная регистрация, и там же они отмечали свадьбу, сам ресторан, сама еда, где мы питались, вот, и здесь, конечно же, прям, вот, мы про все забыли, мы забыли про все вот эти минусы, вот, то, что и море не рядом, когда человека вкусно накормят, да, серьезно говорю, от еды очень многое зависит, какой бы ни был отель, какой бы ни был бассейн, как бы ни близко не было моря, вот, хоть два шага до моря, но если вы невкусно поели, настроение у вас не будет, настроение вам никакой вид ничего не подымет, а здесь с учетом того, что, просто, я не знаю, на ума наше удивление, все, что мы бы не заказали, не только приготовление пищи, да, но и красивая подача, классная, шикарная подача, не только там, первых, вторых блюд, детское меню есть, и сладкое, да, на десерты, коктейли, очень вкусные, классно подают, еще вкусный кофе, очень безумный вкусный кофе, я не знаю, кому как, просто мы перед этим читали отзывы, кто-то говорил, ну, так, среднячок на троечку, может быть, вы там прям, может, идеально, еще круче кухни есть, что там прям, вообще, ну, по крайней мере, то, что мы пробовали, да, то, что мы ели, и в отелях, там, и 5 звезд, да, оно вообще не уступает никак, абсолютно, и, во-первых, удобные места, вид также на море, шикарные, диванчики удобные, обслуживание, молодцы, молодцы, она, девочка, нас приметила, ну, нас или меня, я не знаю, и она, как только нас видела, сразу подходила, брала у нас заказ, и вот здесь прям, вот, в этом ресторане, так нас покормили, потом на, внизу, когда мы на розахутор спустились, все, вы сели, вперед, к вам подходят, накрывает стол, сервировка, идет, все, аккуратненько, быстренько, подача, ну, быстрая, ребят, не сказать моментально, но, не знаю, там, минут 15, наверное, уже все вам приносят, вот, подают, наливают, ухаживают за столом, следят, в этом плане, прям, ну, все было исключительно, я не знаю, у кого как, вот, есть детское меню, есть также... есть мидии, 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 обалденный, в сливочном соусе просто шикарный, соус, подача с сухариком, вот этим, да, вот, ну, очень вкусно, борщецы заказал с сальцом, безупречно, изумительные, вкусные, обалденные, что мы там ели? А я заказала быстроганов, прям, вот, я такого нигде не ела. Быстроганов, да, салат, цезарь, мясные блюда мы заказывали. Десерты просто, вон. Десерты обалденные, детское меню, в принципе, тоже все вкусное, там, ну, классическое, там, суп лапша, пюрешечка, котлеточка, салатик. Пицца. Пицца, кстати, на удивление, она небольшая, на вид мне казалось, ой, да это фигня какая-то, очень вкусная пицца, прям, обалденно, деткам все нравилось, завтраки тоже классные, классная подача, все свежее, красант разрезанный туда, там, печена, яичница, ну, вкусно, все было, вкусно, я же говорю, и завтраки, и, в общем, средний чек у нас выходил в ресторане, с учетом того, что, ну, мы кушали деткам, соответственно, там, напитки какие-то определенные, десерт, там, кофе, либо там, какие-нибудь алкогольные, как, коктейль, либо я, там, примеру, с медиами, ну, пиво заказывал. Вот, выходило где-то, ну, 1200 рублей на человек, вот, выходило, прям, наезд, нормально, по кур, не просто, там, поклевали, и порции приносили, такие классные. Поэтому, после этой еды, я же говорю, сразу все минусы того, что, там, были в отеле, то, что, там, и море не рядом. В смысле, море рядом, оно, прям, вот, да, нос, этот спуск, он, да, на желание все отбивает, туда ходить, но, все равно, плюсом для нас, то, что был бассейн, детки обожают бассейн. Так, из развлечений, что есть в джубе, что можно поехать посмотреть, мы сами поехали на дельфинари, там, кстати, есть аквапарк, мы туда, к сожалению, не попали, взяли пар динозавров, и на бабочки мы тоже не попали, что у нас с оплатой, там, не прошло. И третий, мы взяли океанариум. В парк динозавров мы зашли, там, два живых динозавра, так они уже, там, так скажу, кое-как они, там, а-а-а, еле махарочка там боялась. Да, значит, а как-то им вообще не зашли эти динозавры, она там, папа, не, нет, с рук вообще не слазила. Парк небольшой, уже старенький, видно, уже, ну, убитый, местами даже не убрано, где-то там бутылки валялись, грязно, ну, просто можно было подвести хотя бы, да, чтобы было чистенько. Вот, стоит 700 рублей на человека. Если вот у вас дети фанаты динозавров, прям вот просятся, пап, сводить, то, конечно же, сводите ваших детей, а так, мне кажется, ну... Нет, а я все-таки говорю, нет. Нет. И за двух минут просто пройтись, как бы... Да, во-первых, очень жарко, нет там деревьев, какого-то парка, да, определенного там, ну, есть пару там локаций интересных. В целом, ну, цена завышена, максимум, там, рублей 300. Если бы, конечно, там, может быть, все работало, там, вот, все эти динозаврики. Океанариум сразу нет, вообще там ничего делать, просто можете дверь открыть, заглянуть, вот так посмотреть и поймете, там, вообще, как будто в подвале вы где-то находитесь. Плохая освещенность, в аквариумах очень мало, рыб мало, ну, там, акулы есть пару штук посмотреть, там, рыба, клоун, да, там, тоже 700 рублей стоит, ну, не знаю, 100 рублей максимум, это цена его, поэтому, вообще, не советую туда ходить. И дельфинарий, дельфинарий, да, не знаю, полностью, мне кажется, 700 рублей билет, он себя оправдывает, классное было шоу, все отработано, дельфины, молодцы, все четко, ну, прям, Тёмыч сидел там такой весь на эмоции. Да, эмоции, да, и мы сами все взрослые, прям, кайфовали, смотрели выступление этого шоу, там были дельфины и был этот котик, и там танцевали, плясали, прыгали, ну, было интересно, все равно, было интересно, плюс там, ведущий рассказывал, вот, и в конце, я же говорю, я не азартный игрок, я вообще никогда не играл на деньги, и когда дельфин вышел и начал рисовать картину, краска, не просто он взял вот так, намуливал, да, вот, кисточка, да, дельфин начал рисовать сердце, сначала он рисовал сердце, и потом, три цвета было, дополнительно он разрисовал это все. Я такой, думаю, как же эту картину взять, а? Ведущий говорит, ну, сейчас мы, говорит, проведем аукцион, кому интересно, данную картину можете приобрести. О, я такой сразу руку поднял, все, о, говорит, я вижу, уже есть у нас первый претендент, рядом со мной, через Наталью сидел мужчина, и он тоже вписался в эту тему, стартовая цена была 100 рублей, вот, и мы пошли, 100, потом 1000, 2, 3. 5000, по-моему, он сказал, я уже думаю, ну, ладно, пусть забирает, потом, опять, понял, без слов к делу, 5000 рублей, раз, 5000 рублей, два, 9, а, понял, 6000, 6 тысяч рублей, а мы не вместе случайно приехали, не, а, рядом сидели, думаю, 6 тысяч рублей, раз, 6 тысяч рублей, два, 6 тысяч, 100, сколько, 8, да, будет, 8, пускай, 8, пускай, 8, хорошо, пускай, 8, 8 тысяч рублей, раз, 9, 9 тысяч рублей, раз, 9 тысяч рублей, два, 9, 10, 10 тысяч рублей, раз, да, у меня такого жаркого аукциона не было, 10 тысяч рублей, два, 10 тысяч рублей, раз, да, у нас такого не было, я называю 11 тысяч, вот, цену, и тот мужик уже все, короче, он отказался, что-то они там ляпнули, они там, не знали, на что Наталья снимает, а все, что-то, типа, засранец такой, вот, и я забрал эту картину, пошли с Ируйской, мы ее забрали. Здравствуйте, пожалуйста, спасибо за просмотр, как на крутихе есть. Я так понимаю, главная у нас молодая и красивая, да? Ну, здравствуйте, юнолерия, как вас зовут? Ура! Валерия, очень приятно, Валерия, откуда ты на такое красивое время, что вам рассказывает, как город называется? В город, за что он стал? А, Валерия, как нам приехала из Станинцы Курской, друзья! Валерия, ну что, эта картина приносит тебе и твоим близким, ну, и позитивные эмоции, хорошее впечатление на наших гимбинах, и всего самого-самого лучшего! Хорошо, хорошо? Дайте! И мы еще раз приветствуем нашу маленькую победительницу, уроки, мы облажаем! Ну, мы продолжаем, мы передаем наш настоящий экшен! Многие турбороки на воде, выбирай своему поварить, да! На память, интересно, поставили ее в рамку. Да, я очень надеюсь, что эти деньги пойдут на развитие, на заботу о таких прекрасных созданиях, о дельфинах. Да, мы сделали даже фотографии. Фотография тоже стоит 700 рублей на свой телефон, ой, они нереальные вообще, просто их вот трогаешь, можно, кстати, и поплавать было с ними, есть тоже такая услуга. В общем, все, что там произошло, там все вот эти потраченные билеты, кстати, дети до 5 лет бесплатно, везде могут посещать, с 5 лет также стоит взрослый билет, вот, 700 рублей. В общем, за дельфинарий полностью нам не жалко всех потраченных денег, даже за ту картину, которую мы оплатили, вот, за те фотографии, это прям, ну, реально память, это воспоминание, эмоции, и вот, просто, я вот вспомню джугу, дельфинарии, сразу, понимаете, вот, эмоции приходят, и память сразу восстанавливается. И мы уже все, собрались, дельфинария, выезжаем, едем домой, уже обед, ну, как-то вот так мы загулялись, едем, а сзади я не вижу, ну, вот так Ларуську вижу, а Тёмыча я не вижу, что он сзади находится. Мы такие едем, что-то спрашиваем, ну, рассказываем про то, где мы были, и такие, ну, что, Тём, как тебе? А он молчит, короче, присылай, как партизан. А Наталья говорит, а где Тёма? Я только раз, а его нету, короче, и у меня там сердце чуть не разорвалось. А я имела в виду, типа, а где Тёма? Ну, на Тёму смотрю, как бы снимаю, и, типа, где Тёма? Я, честно, я там чуть-чуть жизнь там не потерял, серьезно, я реально думал, что мы Тёму забыли, короче. Ну, как можно ребёнка забыть? Ну, тёщу, один раз забыл же, вот так. Тёщу там растяжку такую сделали. Мама, короче, садится в машину сзади. Сзади я тоже не вижу. А на одну ногу, получается, в машину уже? Получа в машине, а пол осталось там на скорости пока. И только она хотела, ну, вторую ногу закинуть в машину, и Фёдор поехал. А я по газам. Да, там буквально, ну, не знаю, секунда, да, ну, представляете, поэтому водители, прежде чем давать по газам, смотрите, сели пассажиры на месте. Да, особенно тёщи. Ну, это вообще не было смешно на тот момент, мы испугались, у Фёдора лицо аж поменялось. Забыли про отель сказать, но в отеле есть парковочка, места парковочные есть. По итогу, что хочу сказать, мы обязательно вернёмся. Нет, так скажем, не так, рекомендуем, да. Я реально прям, вот, мореман, и такое слово, мореман, вот, кто прям вот тащится по морю, ему прям важно море, вот, нет, но вам не советую. А если вы хотите кайфануть, отдохнуть, просто увидите шикарные виды, это закаты, рассветы, реально говорю, вот, всё, все минусы, всё забываешь сразу, всё забываешь, на просто красивейшее место, ну, просто, ну, нереально там красиво, обалденно и плюс вкусная еда, но вообще просто вот по красоте. Поэтому, да, мы с удовольствием бы туда ещё раз вернулись. Вот как мы были в Альбатросе, в этот же отель мы обязательно бы заехали, обязательно. Ну, а про Сочи и Красную Поляну расскажем уже в следующем видео. На этом я буду видео заканчивать. Всем спасибо, что досмотрели его до конца. Всем хорошей погоды, у нас, кстати, сегодня солнышко светит, вот, видите, мы выехали к озеру. Кто собирается отдохнуть, вам хорошего отдыха, набраться сил, реально положительных эмоций, вот, чтобы этот отдых вам прям запомнился, прям вот, вот, кайфанули, вот, как мы, от всей души. Поэтому мы погнали дальше, у нас много дел, много работы. Вот, всем счастливо, всем пока. Всем пока-сюда. Всем пока-сюда. Всем пока-сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok